Дамы, господа, я вас приветствую, меня зовут Илья, и помните эти странные горбатые батарейные чехлы, которые Apple выпускала для своих айфонов, и над которыми не потешался только ленивый? И ведь действительно, они выглядели довольно странно, не заряжали айфон до 100% и стоили довольно дорого. Для поколения 12-х айфонов таких горбатых чехлов не сделали, но придумали нечто более занятное. Вот такой айфон Battery Pack Max Save совместимый. Во всех этих айфонах 12 Pro Max 12 и 12 Mini есть магниты, и, соответственно, к ним можно магнитить кармашки, чехольчики. И вот теперь такой крошечный пауэрбанк, который на официальном сайте Apple стоит 9,5 тысяч рублей. Давайте распакуем, посмотрим, что он может, чем хорош, и стоит ли вообще планировать покупку такого крохотного пауэрбанка за такие немаленькие деньги. Высаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Это всё, что было в коробке. Непосредственно пауэрбанк и три бумажки с инструкциями. Нет ни зарядного устройства, нет ни кабеля для зарядки, нет вообще ничего. Кто бы сомневался, что будет иначе. Такие пауэрбанки доступны пока только в белом цвете. Возможно, цветовая гамма будет расширяться, потому что, в конце концов, айфоны у нас суперцветастые, классные. Хотелось бы и пауэрбанки увидеть тоже в таких весёленьких расцветках. Ну, в конце концов, белый — это просто-напросто непрактично, они будут пачкаться. Давайте смотреть, что за пауэрбанк у нас такой. Здесь у нас прорезиненное вставание для того, чтобы не царапать непосредственно айфон. И обычный пластик, такой шершавенький. Он не глянцевый, он такой среднеглянцевый, среднематовый. Вообще очень сложно, на самом деле, определить его текстуру. На нижнем торце у нас лайтнинг. И согласитесь, было бы странно, если бы у нас здесь был, скажем, USB-C, а айфон бы у нас заряжался лайтнингом. Соответственно, вам нужно было бы два разных кабеля, поэтому наличие лайтнинга здесь вполне обусловлено. Также здесь светодиод-индикатор и логотип Apple. Максимально простой с точки зрения экстерьера продукт. 99 долларов — это американская стоимость этого пауэрбанка — в России трансформировались в 9,5 тысяч рублей. Ну, понятно, что 99 долларов — это без учета налогов и, наверное, правильнее смотреть на цены в евро, но, тем не менее, 9,5 тысяч рублей стоит пауэрбанк. Провод, чтобы его зарядить, который не входит в комплект, стоит 2 тысячи рублей. Но, к тому же, еще нужно купить блок питания на 20 ватт, и он тоже стоит 2 тысячи рублей. Итого, получаем 14 практически тысяч рублей в полный комплект. Класс. Apple нравится. С другой стороны, если смотреть на вещи более разумно и взвешенно, то если вы покупаете пауэрбанк, наверное, вот это у вас уже так или иначе есть, потому что, ну, вы же как-то iPhone-то свой заряжаете. Ну что, давайте пробовать, смотреть, как это все дело магнитится, и самое важное — нужно понять, насколько это все крепко держится. Ну, вообще, кстати, по ощущениям крепко. Это 12 Pro Max, и весит он 200 граммов, и держится, ну, по крайней мере, настолько крепко, что я не переживаю, что он сейчас упадет на стол. Но все-таки, если возвращаться к нашим горбатым батарейным чехлам, у них была одна потрясающая особенность. Они были очень глубоко и очень эффектно интегрированы непосредственно в систему, в iOS. И здесь абсолютно та же ситуация. Я добавляю виджет «Элементы питания», в котором я смогу, ну, я надеюсь, увидеть заряд нашего батарепака. Таким образом он магнитится, и у него 20%, и он почему-то определяется как USB-кабель. Кабель? Серьезно? Я только что расхваливал глубокую интеграцию аксессуаров для iPhone в iOS, и USB-кабель? Мне кажется, что-то идет не так. Но зарядка у нас пошла, по крайней мере. iPhone показывает зеленую батарейку с молнией. К вопросу, кстати, о размере. Вот это iPhone 12 mini в совершенно потрясающем фиолетовом цвете. Он крохотный, его можно вот так в ладони сжать и спрятать в кулачке. Это Powerbank, и они идеально подходят друг другу по размеру. По крайней мере, Powerbank не выходит за пределы размеров самого айфона. Это очень круто. Понятное дело, что он толще, типа, раза в полтора, чем сам айфон. Но, тем не менее, держать его довольно удобно. Меня только смущает во всей этой истории то, что почему-то этот Powerbank, ну, окей, Battery Pack, определяется как Generic UPS, и не показывает мне красивую анимацию MagSafe. А она должна быть. Окей, ладно, согласитесь, что анимация, это далеко не самое важное в Powerbank, потому что, когда у тебя будет садиться телефон, и тебе срочно нужно будет пополнить запасы энергии, анимация будет последним, о чем ты будешь думать. Сейчас мы делаем следующее. iPhone 12 mini, он практически разряжен в ноль. Мы сейчас заряжаем этот Powerbank до соточки, прилепляем его к 12 mini, и смотрим, насколько он сможет зарядить наш севший iPhone. Будем пробовать именно с 12 mini, потому что там ситуация с батареей все-таки не такая радужная, как, например, на 12 Pro Max, который живет целый день без каких-либо проблем. Да и, в принципе, даже iPhone 12 держится молодцом, хотя у него батареи значительно меньше, чем у 12 Pro Max. А вот 12 mini, его нужно постоянно заряжать, если вы им активно пользуетесь. Да, было бы, наверное, странно ожидать, что вот такая крохотная банка зарядит iPhone с нуля до 100%, и там еще что-то останется внутри нее. Нет, результат вы видите на экране, они не поражают воображение, но с другой стороны нужно понимать, что как и горбатые чехлы, так и эти горбатые Powerbank'и нужны не для того, чтобы зарядить iPhone с нуля до 100%. Они нужны в первую очередь для того, чтобы поддержать батарею iPhone'а в течение дня. И тут, кстати, совершенно внезапно к нам присоединяется Валентин. Вот его голосовое сообщение относительно Powerbank. Ну, подписчики, привет, я что-то умудрился заболеть ангиной, вернулся только из поездки и такой, на тебе. Ну, а батарею пак нельзя пропускать, поэтому Лешес все сделает в лучшем виде. А у меня вопрос, насколько это бестолковое устройство, потому что, во-первых, на рынке такие уже есть, а с другой стороны, это все-таки Apple. И, возможно, именно батарею пак заменяет вот этот блин Максейвовский. И нам теперь не нужна беспроводная зарядка, потому что он может быть не только беспроводным Powerbank'ом, но еще и беспроводной зарядкой. Э? В любом случае, сам буду ждать видос, как никогда. Блин, приятно услышать Валю, он действительно сейчас приболел, поэтому я предлагаю сейчас, во-первых, пожелать ему здоровья в комментариях, и я уверен, что нашими совместными усилиями мы хоть чуть-чуть сможем Вале помочь. А во-вторых, в его голосовом сообщении прозвучала действительно важная мысль. Это не только Powerbank, который вот таким образом магнитится, и, кстати, анимация-то появляется, если обновиться до 14.7.1. И вот здесь мы видим и заряд Powerbank'а, и заряд непосредственно iPhone'а. Этот Powerbank' может выступать в качестве, действительно, блинчика Максейфа. То есть мы подцепляем его проводочком, кладем на стол, кладем на него сверху iPhone, магнитим аккуратненько, вуаля, зарядка пошла, и у нас беспроводная зарядка на столе. Как только нам нужно эту штуку забрать совы, мы выдергиваем кабель и забираем его, как обычный магнитный Powerbank. Тут, кстати, если вы обратите внимание на то, что написано на экране, iPhone' может заряжаться примерно до 90% при использовании внешнего аккумулятора. Максейф, вот этот внешний аккумулятор, это делается в первую очередь для того, чтобы сохранить здоровье батареи. Ну и по тактико-техническим характеристикам и циферкам давайте тоже быстренько пробежимся, хотя, опять же, очевидно, что в случае с продукцией Apple циферки и все вот это вот имеют сугубо второстепенное значение. Значит, в режиме беспроводного Powerbank этот батареи пак выдает смешные 5 Вт. Но если мы подключим его к 20-ваттному или более мощному источнику питания, то мощность зарядки увеличится до 15 Вт. Более того, этот батареи пак открывает новую доселе незадокументированную фичу в iPhone'е, обратную беспроводную зарядку. И если мы начинаем заряжать iPhone, то так же у нас будет заряжаться и Powerbank. Вы видите, заряжается iPhone, заряжается Powerbank без проводов. И у меня вопрос, Apple, вы знаете, вот у меня есть AirPods, AirPods Pro и другие беспроводные наушники. Какого черта я не могу положить свои AirPods вот сюда и заряжать их без проводов? Они иногда садятся, и иногда мне негде их зарядить. Почему вот это я могу зарядить, а AirPods'ы не могу? Нет, я понимаю, здесь есть магнитик, и все это очень красиво друг на дружку накладывается и очень эффективно заряжается благодаря магнитам, потому что точность позиционирования катушек, вот это все. Но мне иногда надо зарядить AirPods. Емкость этой батареи на самом деле смешная, на 1460 мАч, но нужно учитывать, что эта батарея рассчитана на номинальное напряжение 7,6 с копейками вольта, что в итоге дает нам общую емкость в 11 с копейками ватт-часов. То есть в итоге мы с вами получаем действительно суперкомпактное устройство, которое магнитится, которое, причем магнитится крепко и не отваливается, и можно положить в карман и даже, скорее всего, не потерять, которое можно использовать как беспроводную настольную зарядку. Таким образом просто подключаем проводом. И самое главное, что это действительно удобно работает. Ты просто примагнитил, и можешь поддерживать свой телефон в рабочем состоянии еще несколько часов. И, скорее всего, этих нескольких часов тебе хватит для того, чтобы дотянуть до розетки. И тут, конечно, можно сказать, что, слушай, за 9,5 тысяч рублей я себе куплю 4, или, может быть, 5 здоровых паурбанков по 20 тысяч миллиампер-часов и обзаряжаюсь только в путь. Это будет правда. Это действительно так. Но большой паурбанк на 20 тысяч миллиампер-часов ты просто так в карман с собой не положишь. А это суперкомпактное решение, которое нужно именно для того, чтобы использовать его ровно в тот момент, когда тебе нужно чуть-чуть пополнить запасы батареи. Это не значит, что Apple Battery Pack отменяет и отрицает все большие паурбанки. Нет. Это просто устройство несколько другого порядка с несколько другим юзкейсом. Оно маленькое, и оно удобное. Но еще оно довольно дорогое, как, в общем-то, любой оригинальный аксессуар, не только Apple, но и в целом. Оригинальные аксессуары стоят дороже неоригинальных. Если вам интересно, мы можем посмотреть, что вообще на рынке из подобного рода аксессуаров продается, и сделать какой-то сравнительный тест или обзор и посмотреть, может быть, это действительно лучшее решение в своем роде. Или, возможно, есть что-то интереснее, дешевле и более функциональное. Ставьте большие пальцы вверх, это действительно очень важно. Нам приятно видеть ваше одобрение. Подписывайтесь на канал, и совсем скоро с вами увидимся здесь, на YouTube. Спасибо вам, что досмотрели. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok